Вархаммер 40 тысяч Мрачный, жестокий, циничный. Он как нельзя лучше отражает дух 8-го легиона, равнодушие и упадничество Улья, в котором происходит значительная часть событий книги, безнадежность и гротеск самого сеттинга, где во мраке далекого будущего есть только война. Нельзя не упомянуть о личности самого виновника торжества, мастере Когтя, первом капитане после гибели, а возможно исчезновение Севатариона, наследники могущественного артефакта Корона Нокс, в котором, согласно некоторым слухам, дремлет душа Конрада Керза. Незадолго до смерти приморха 8-го легиона, Ночной Призрак фактически назначил Зоса Хаула преемником и лидером Повелителей Ночи, на что указывают цитаты из книги Саймона Спуриерра. Он, Ночной Охотник, заставил капитанов замолчать и объявил о своем наследнике. Он сказал, что выбрал сына и завещает ему свое наследие. И Конрад Керс закрыл черные глаза и произнес имя. То имя было Зоса Хаула. Но даже столь явное объявление наследника не встретило одобрения и признания в среде Повелителей Ночи. И на то было несколько причин. Первая причина. Отсутствие публичности в решении о наследовании. Его огласили перед очень узким кругом лиц. Фактически, только перед Советом Капитанов. Вторая причина. Корона Нокс после убийства Конрада Керза исчезла, лишив Зоса Хаула символа власти над легионом. Третья причина. Большинство капитанов при жизни Керза тайна, а с его гибелью уже открыто проигнорировало решение своего отца. Четвертая причина. Смерть Керза ослабила последние оковы, которые сдерживали анархию и борьбу за власть внутри самого легиона. Отчего многие капитаны, и в частности Криг Ацербус, открыто жаждавшие власти над Повелителями Ночи, сформировали собственные варбанды и развязали брату убийственную войну за трон ночного охотника. Кроме того, корона Нокс, пускай и могущественный, но далеко не единственный символ власти восьмого легиона. О чем, кстати, Талос прямо говорил об аддону-разорителе в произведении Арона Дэмски-Боудена «Ловец душ». Цитата. «Мастер Когти исчез, но его претензии были не более обоснованы, чем у других, даже несмотря на то, что он владел одной из наших священных реликвий. И ни один истинный наследник не объявился. Трон нашего отца свободен». Но почему Конрад Кёрс выбрал в качестве наследника именно Зоса Хаула? Возможно, в нем он увидел то, что могло бы спасти легион от гибели, тотальной деградации, разобщения, служению собственным порокам, а не великой цели. Или в нем не было того изъяна, который Приморх ощущал в себе? Кто знает. Может и так. Во времена Ереси Хоруса Зоса Хаула отхотно принял сторону своего отца. Его лояльность принадлежала ночному охотнику, а не повелителю человечества. Слова Приморха были его словами, мысли, отражением его собственных убеждений. А потому любой приказ отца Сахал выполнил без всякой жалости или сомнений. В отличие от большинства собратьев, которые уже тогда стали рабами своих желаний, он использовал амбиции не для насыщения личных страстей, а для мести, империуму, предавшему не только Конрада Кёрза, но и собственные идеалы. Как уже было сказано выше, перед своей смертью ночной охотник назначил Сахала своим преемником, что, повторимся, не было объявлено публично, так как коварный ассасин Мшен, да-да, это определенный реверанс в сторону апокалипсис сегодня Копполы, не только убил Конрада Кёрза, но и похитил корону Нокс. Мастер Когти поклялся отомстить и бросился в погоню за убийцей своего отца. Сахал завладел короной Нокс, но и сам угодил в ловушку варп-шторма после того, как эльдары подбили его корабль. Варп – место, где привычные физические законы, увы, не действуют. Ловушка, в которую угодил первый капитан, продлилась 10 тысяч лет и фактически перенесла Сахала из 31-го в 41-е тысячелетие. Выйдя из стазиса, Мастер Когти обнаружил, что его корабль потерпел крушение на мире Ульи Эквикус, корона Нокс пропала, да и кроме того, прошло без малого 10 тысяч лет. Событием на мире Ульи, поиском короны, конфликту с собратьями и посвящена книга «Повелитель ночи». Интересно, что можно провести определенные параллели между Зоосахалом и Конрадом Кёрзом. Первый капитан собирает свое войско из бойцов одной из банд Эквикуса, а «Повелитель ночи» из наиболее опасных преступников своей родной планеты. Эквикус – явная аллюзия на Нострома. Подознаватель Инквизиции Мита Эшен созвучна Сэм Шен, убийца и приморха 8-го легиона. Кроме того, Сахал, как и Конрад Кёрз, разочаровывается в своих братьях, когда они приходят на его зов. Первый капитан понимает, как сильно деградировали воины легиона. Видит обезумевшего от власти, крови, даров и наслаждений хаоса Крига Ацербуса. Понимает, что идеалы и устремления его отца искажены и растоптаны. Но в отличие от ночного охотника, Сахал не приемлет поражение и не готов подчиниться судьбе. В кровавой дуэли с Ацербусом первый капитан теряет руку, но ему все-таки удается отбить корону Нокс и отступить с этим ценным артефактом. Позже мастер Когтя возвращается в око ужаса, чтобы оспорить свои права на трон, но большинство собратьев считает его лишь предателем, глупцом и еще одним выскочкой, позарившимся на наследие их великого приморха. Дальнейшая судьба Зоса Халла неизвестна, но я надеюсь, что такого важного для 8-го легиона персонажа не постигнет забвение, и на страницах книг мы еще не раз встретимся с мастером Когтя. Продолжение следует...